Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 31 мая и давайте посмотрим, чем у нас закрывается текущий торговый месяц. Ну и, коллеги, я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте поставить лайк и подписаться на наш YouTube канал. Итак, по паре евро-долларов вчера во второй половине торговой сессии мы смогли преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано 29 мая, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу роста и сегодня мы уже получаем подтверждение, мы видим торговлю выше максимума, которые были зафиксированы вчера. Цели роста это движение по направлению на 1.1764, 1.1870 и на 1.20 соответственно. Возврат к продажам по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет обновить локальные минимумы и уйти ниже, соответственно, уровня 1.1518. По паре британский фунт-американский доллар пока разворота в рамках часового таймфрейма мы не получили, хотя сейчас мы видим, что торговля ведет уже выше максимума, которые были зафиксированы вчера, но здесь, на мой взгляд, более важный уровень остается максимум 29 мая по цене 1.3325. Вот в этом случае, если цена сможет преодолеть, хотя уже мы видим торговлю прямо вплотную к этому уровню, то после этого уже рассматривать переход к восходящему тренду в рамках часового таймфрейма по данному активу. Но пока торговляемся ниже, вероятность снижения пока сохраняется. По паре американский доллар, канадский доллар. Вчера во второй половине торговой сессии мы пробиваем минимальное значение, которое было зафиксировано 29 мая и движемся по направлению на 1.28, что, в свою очередь, в рамках часового таймфрейма меняет тенденцию восходящую на нисходящую. Цели по снижению – это уход ниже уровня 1.2824 и движение на 1.2717. По паре американский доллар и японская иена тенденция нисходящая сохраняется. Цели по данному снижению – это уход ниже уровня минимальной значения 29 мая и далее движение по направлению на 1.0739. По паре австралийский доллар, американский доллар, боковик сохраняется, боковое движение, которое уже формируется довольно-таки долго. Пока нет ярко выраженного направленного движения в рамках 4-часового и дневного таймфрейма, но, тем не менее, пока тенденция нисходящая сохраняется, по крайней мере, до тех пор, пока мы торгуемся ниже уровня 75.83. Это максимальное значение, которое было зафиксировано 28 мая и вчера к этому уровню подходили, но пока преодолеть его не смогли. Поэтому, с точки зрения покупок, их имеет смысл рассматривать после преодоления максимумов, которые были зафиксированы вчера и далее уже ожидать движения на 77 и на 78 соответственно. По паре еврофунт вчера в второй половине торговой сессии смогли закрепиться выше максимума 29 мая, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения и подошли к области сопротивления, от которой пара еврофунт отбивалась несколько раз на прошлой торговой неделе. На текущий момент преобладает тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма, перерастет ли она и в восходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. Подтверждением этого будет преодоление максимальной значений, которые были зафиксированы 28 и 23 мая и в этом случае уже ожидать рост после преодоления данных уровней сможем ожидать рост до 88.54 и 88.93 соответственно. Золото пока сохраняет свой настрой движения восходящего. Сейчас мы тоже видим торговлю уже выше максимумов, которые были зафиксированы вчера. Для подтверждения настроя двигаться на 1330 долларов за тройскую унису, нам необходимо увидеть золото выше области 1307, максимум, который был зафиксирован вчера. Преодоление данного уровня подтвердит восходящий сценарий. По нефтемарке Brent вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 29 мая, что в рамках часового таймфрейма с текущих уровней нас приводит в фазу восходящего движения. Ну а коррекция данного уровня, на мой взгляд, будет являться неплохой точкой для присоединения в сторону роста по данному активу с целями, по крайней мере, движения на 81. По индексу DAX тенденция, нисходящая на текущий момент, сохраняется. Цели по снижению – это область минимальной значения 29 мая и далее движение по направлению на 12248. Рассматривать покупки по данному активу будем в том случае, если цена сможет закрепиться, ну, в первую очередь, выше максимума, которые были зафиксированы вчера. И более важный уровень находится на максимуме 28 мая. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Ее начало мы отслеживаем с 29 мая. Тенденция движется на укрепление. И следующие цели роста – это, во-первых, уход выше отметки 7634. Здесь мы видели область сопротивления. И далее уже дорога на 8840 открывается для роста данной криптовалюты. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения месяца. И увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.